Важные кадровые изменения в структуре государственной безопасности. Президент назначил нового главу службы внешней разведки. Этот пост займет Сергей Нарышкин, до сегодняшнего дня спикер Государственной Думы. Подробнее о задачах, которые ставит перед СВР глава государства в репортаже Дмитрия Кочеткова. Разговоры о том, что Сергей Нарышкин может перейти на новую работу, начались еще летом. Но никаких подтверждений до сегодняшнего дня не было. Все прояснилось на встрече с президентом. Считаю, что на предыдущих участках, в том числе, на таком ответственном. Как председатель Государственной Думы, справились с возложенными на вас обязанностями и доверием, которые депутаты оказали, избирая председателя Государственной Думы, очень хорошо. И имея в виду в том числе это обстоятельство, хочу вам предложить работу в исполнительных органах власти. А если быть более конкретным, в одной из наших ведущих специальных служб, хочу вам предложить возглавить службу внешней разведки России. Огромное спасибо за позитивную и высокую оценку моей работы на посту председателя Государственной Думы в последние пять лет. Ваше предложение я оцениваю как поручение главы государства, верховного главнокомандующего. Я очень хорошо понимаю непубличный характер работы службы внешней разведки, особенно по сравнению с Государственной Думой. Но при этом понимаю, что и масштаб задач, и вклад результатов работы службы в обеспечении интересов, стратегических интересов государства, он просто огромный. В советское время выпускник Ленинградского механического института Сергей Нарышкин работал в посольстве СССР в Бельгии с 1992 в мэрии Санкт-Петербурга, затем в правительство Ленинградской области. В 2004-м переехал в Москву, занимал различные должности в аппарате президента и правительства. В конце 2000-х руководил администрацией президента, затем был избран в Госдуму. 18 сентября Нарышкин прошел в парламент во второй раз, опередив соперников в Кингисепском одномандатном округе с убедительным результатом 52% голосов. Вы проходили сейчас нелегкий путь в рамках предвыборной кампании и не планировали слагать мандата своего депутатского. Я хочу за вас извиниться перед вашими избирателями, которые оказали вам большое доверие, избрав депутатом Государственной Думы. Надеюсь, что люди нас поймут. Участок, который вам предлагается, он не менее важен, чем депутатская работа. Будем считать, что люди, которые за вас проголосовали, они и в известной степени делегировали вас на это очень ответственное место работы. Спасибо, что вы сказали и об этом. Я, пользуясь случаем, хочу еще раз поблагодарить моих земляков, моих избирателей, ленинградцев, за оказанное мне доверие уже дважды. Спасибо. Как заявил президент службе внешней разведки, необходимо активно сотрудничать с партнерами в борьбе с терроризмом и не допустить нарастания угроз в отношении нашей страны. А бывшего главу СВР Михаила Фродкова Путин поблагодарил за работу. Михаил Фимович возглавляет эту службу в течение 9 лет. Это, как мы сейчас восстановили, один из рекордов по времени пребывания в этой должности. И за это время действительно служба сделала очень большие шаги в направлении укрепления, работая в новых абсолютно условиях. Имеется в виду и укрепление кадрового состава, имеется в виду отдача от такой важнейшей структуры в государственном механизме, как разведка. С точки зрения обеспечения деятельности высших институтов власти. Хотел бы вас поблагодарить за высокую оценку службы внешней разведки в целом. Ну и мой посильный вклад. Работа очень интересная, ответственная. Я рад, что ваш выбор пал на Сергея Евгеньевича, с которым мы бок о бок работали тоже достаточно длительное время. И в правительстве, и дружен в этих отношениях доверительных, таких непубличных. Это тоже немаловажный фактор. Сразу же после этой встречи пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в ближайшее время Михаил Фродков будет выдвинут в председатели Совета директоров РЖД. Фродкову в середине 2000-х возглавлявшему правительство России проблемы отрасли хорошо известны. А думский мандат Сергея Нарышкина во фракции «Единая Россия» никому передать не удастся. По закону в Кингисепском одномандатном органе Ленинградской области необходимо провести дополнительные выборы в единый день голосования в сентябре будущего года. Дмитрий Кочетков, Павел Рудаков, Первый канал. И вот только что президент подписал два указа. Михаил Фродков освобожден от должности директора службы внешней разведки. На пост назначен Сергей Нарышкин. Указы вступают в силу с 5 октября.